Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня команда RapidServe специально для вас подготовила видеоматериал. Это затрагивающий тему опорно-двигательной системы человека. Это у нас сегодня первая часть, которая касается только скелета и костей человека. С вами Газиев Нандербек, я преподаватель биологии в учебном центре RapidServe. Итак, как вы уже все знаете, опорно-двигательная система состоит из мышц и скелета. Так, значит, в человеке имеется свыше 200 костей, это 206 костей, и свыше 600 мышц, из которых 85 парных и 36 непарных костей. Так, рассмотрим саму функцию опорно-двигательной системы. Значит, функциями является защита. Во-первых, как скелет нас защищает? Например, череп. Череп, он защищает мозг человека. Грудная клетка защищает сердце и легкие. Мышцы брюшной полости защищают органы брюшной полости, такие как желудок, селезенка, печень, так, кишку толстую или тонкую и так далее, мочевой пузырь. Вот. Второе – это опора. Скелет является опорой для мышц, опорой для всего организма. Оно держит нас как фундамент здания. И третье – это движение. С помощью мышц человек передвигается, передвигается, совершает разный вид движений и так далее. На каждом из них остановимся по отдельности. Значит, скелет человека состоит из разных частей для нас. Например, самое основное, куда крепятся все части скелета, это основа является позвоночный столб. Значит, позвоночный столб. Куда крепится, например, грудная клетка. Крудная клетка. Сверху у нас череп, внутри которого находится мозг. Так, это у нас свободная верхняя конечность, свободная верхняя конечность, у которой имеется и пояс верхней конечности. Это у нас таз, это пояс нижней конечности. Пояс нижней конечности. И сама свободная нижняя конечность. Из таких составных частей состоит наш скелет. На каждом из них мы постараемся остановиться по отдельности. Итак. Первое, это у нас позвоночный столб. Позвоночный столб состоит из маленьких костей, так называемых позвонков. Позвонков. Всего в позвоночном столбе, позвоночном столбе имеется от 33 до 34 позвонков. Которые разделены на свои отделы. В зависимости от своего расположения. Так, первые 7 позвонков, это шейный отдел. Шейный отдел позвоночника. Следующие 12 позвонков, это грудной отдел позвоночника. Грудной отдел. 5 следующих, это поясничный. Поясничный. Следующие 5 позвонков, срастаясь, как в черепе, они образуют одну самую большую кость, но внутри которых имеется 5 крестцовых костей. Крестцовых костей. И под конец у нас образуется копчик человека, внутри которого имеется от 3 до 4 позвонков. Так, как вы уже поняли, позвоночный столб состоит из позвонков. И сам размер позвонков, в зависимости от того, как они идут вниз, они расширяются, например. На уровне поясничных позвонков они имеют очень большие тела и они специально созданы для того, чтобы удерживать поясницу, вес тела в этом и не прогибаться. Итак, следующее. Это кости черепа. Кости черепа состоят из двух частей. Это кости мозговая часть и лицевая часть. Мозговая и лицевая часть черепа состоят из своих костей. Например, всего 23 костей в черепе. 23 костей в черепе. Из них 7 непарных костей. Непарных. И 8 парных костей. Если рассмотреть каждую из них, то у нас получается, например, лобная кость. Она непарная. Теменная парная. Это у нас затылочная кость. Затылочная. Это височная кость. Височная. Клиновидная. Она видна из свода черепа. Когда вы открываете свод черепа и смотрите внутрь. Так. Клиновидная кость. Клиновидная. Также кости лица. Это нижняя челюсть. Это верхняя челюсть. Это носовая кость. Это у нас скуловая кость. И так далее. Значит, кости черепа, то, что вы должны знать, они имеют всего 23 костей, из которых 7 непарных и 8 парных. И сам череп делится на кости лица и на кости мозговой области. Так. Следующая, как вы видите, это грудная клетка. Грудная клетка защищает органы грудной клетки, то есть легких и сердца. Легкие и сердца. Грудная клетка состоит из 12 грудных позвонков. Грудных позвонков. 12 пар. Ребер. И то, что находится посередине, это грудина. Грудина тоже состоит из своих составных частей. Это из трех частей. Первое, это у нас что? Рукоятка грудины. Рукоятка. Рукоятка. Второе, это тело грудины. Тело. И третье, мечевидный отросток грудины. Мечевидный отросток. Сами ребра тоже подразделяются в три вида. В три вида. Первые, как вы уже поняли, семь пар ребер. Первые верхние семь пар. Они называются истинными. Почему? Истинные ребра. Почему? Потому что с одного конца они прикрепляются к позвоночнику, позвоночнику, с другого конца прикрепляются к грудине. Первые семь, они при помощи хрящей соединяются с грудиной. Поэтому они не называются истинными. Следующие три пары. Следующие три пары. Они посредством хрящей прикрепляются не к самому грудине, а прикрепляются к хрящу седьмого ребра. Поэтому они называются ложными реберами. Ложными. И последние две пары ребер. Это колеблющие ребра. Почему? Потому что они выросли, но не соединяются с грудиной. Поэтому они называются колеблющимися. Колеблющиеся. На этом строение грудной клетки заканчивается. Идем дальше. Это у нас свободная верхняя конечность, которая состоит из его пояса и самой верхней конечности. Итак, пояс состоит, вот он пояс, состоит из двух костей. Это первая лопатка. Лопатка. Плоская кость. И губчатая кость ключица. Ключица. Собода верхняя конечность состоит из кисти. Эта кость называется у нас плечо. Плечевая кость. С этой стороны у нас лучевая кость. Лучевая кость. А с моей стороны локтевая кость. Локтевая кость. Далее, когда кости предплечья заканчиваются, у нас начинаются кости запястья. Запястья. В котором имеются восемь костей. Они расположены по четыре в два ряда. Они губчатые кости. И после запястья идет пястье, в которое входит пять пальцев. И фаланги пальцев. Фаланги. Они являются короткими трубчатыми костями. Идем дальше. Идем далее. Это у нас нижняя конечность. Нижняя конечность тоже состоит из свободной нижней конечности и пояса. В поясе имеется таз. Таз. Таз это единая кость, которая когда-то была образована из трех костей. Которые вместе склеились посредством швов и образуют единую таз. Следующая кость. Это у нас бедренная кость. Бедро. Две кости. Это большая. Берцовая кость. И малая берцовая кость. А на уровне коленного сустава имеется надколенник. Надколенник. Далее образуется стопа. Внутри стопы имеются кости предплюсные, плюсные. И так же, как и на кисти руки, фаланги пальцев. Нижние конечности. Идем далее. Далее у нас соединение костей. Соединение костей могут классифицироваться в три типа. Это подвижная, полуподвижная и неподвижная. На каждой из них мы остановимся по отдельности. Итак, первое. Подвижная. Подвижная посредством образуется суставов. Например, коленный сустав, плечевой сустав и так далее. Сустав состоит из трех субъединиц. Это суставной полости. Суставной полости. Это внутреннего, которое течет, суставная жидкость. Для чего она нужна? Суставная жидкость нужна для того, чтобы кости между собой не втирались, чтобы уменьшить трение и ускорить движение. И саму суставную сумку, которая полностью окутывает наш сустав. Суставная, суставной мешок. Или же сумка. Суставная сумка. Сустав, чтобы образовать сустав кости, они специально так рождены, что один имеет головку, а другой впадину, и в которую они легкостью попадают. И там образуется суставной мешок или сумка. Так, следующий вид, это у нас полуподвижное при помощи хрящей. Хрящи, они находятся между позвонков, между тел позвонков. И они служат для того, чтобы позвоночник не был неподвижным. То есть, позвоночник может изгибаться вниз, назад, то есть, изгибаться, разгибаться, влево, вправо и так далее. То есть, она подвижность свое сохранила. Третий вид соединения кости – это посредством швов. Швы. Швы имеются в черепе человека, например. Посредством чего? Соединены лобная, теменная, клиновидная, затылочные кости и так далее. Значит, переходим к следующему. К строению костей. Кости состоит, вот на примере трубчатой кости мы рассмотрим. Кость состоит из своей головки и тела. Головки и тела. Внутри головки имеется губчатая, строение губчатая. А тело имеет свою полость. 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 Кости, они питают костям, идут свои нервы, свои артерии и вены, то есть, кровяные сосуды. Поникая через одну щель, они попадают в полость. В полости имеется желтый костный мозг. Она по своему структуре имеет жировое происхождение, но она питает наши кости питательными элементами. Также, кровеносные сосуды и нервы, они входят через поры в губчатую полость, в губчатое вещество. И там образует вот тут красный костный мозг. Красный костный мозг. Красный костный мозг по своему функции выполняет кровотворительные функции. То есть, тут образуются кровеносные телца. Так, сама кость полностью покрыта надкосницей. Надкосницей. Надкосница, надкосница играет также очень важную роль. Какую? Участвует в росте костей, во-первых, и участвует в регенерации. Когда кость сломана, мы что делаем? Мы просто фиксируем кость, чтобы она зажила. При этом регенерации способствует надкоснице. Далее. Рост кости и его химический состав. Рост кости может быть связан в длину, либо в ширину. Рост кости в длину связан с хрящами. С хрящами. А в длину способствует надкоснице. Надкосница. Так, идем далее. Состав костей у всех людей одинаков. Он колеблется, состоит точнее, из 33% органического вещества. Может быть, коллагеновый, волокни и так далее. Органические вещества. И 67% неорганических веществ. Основой которой являются минеральные вещества. На примере карбонатов кальция и фосфатов кальция. Карбонаты кальция, кальций-ЦО3 и фосфаты кальция. На этом у нас наше обсуждение насчет костей заканчивается. И на следующих слайдах мы узнаем... На следующих слайдах мы узнаем уже строение мышц. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И учитесь вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал.